Председатель Следственного комитета России направил в Саратов следователей криминалистов Центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства 9-летней девочки и максимально оперативного закрепления и исследования доказательств. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами совместно с сотрудниками полиции, установлена личность мужчины, который может быть причастен к ее убийству. Подозреваемый задержан и в настоящее время уже допрашивается следствие. Он дает признательные показания по обстоятельствам преступления. Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. 9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она спросила, его ли это гараж. Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем. Уже известно, что задержанный ранее судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. К материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщены данные с камер наружного наблюдения, которые также подтверждают версию следствия о причастности задержанного к убийству. Вместе с тем, следствие проверяет и иные возможные версии преступления. Ход расследования уголовного дела поставлен председателем Следственного комитета на контроль в центральном аппарате. Следственным комитетом будет принят исчерпывающий комплекс мер, направленных на то, чтобы совершивший жестокое преступление в отношении ребенка ответил за содеянное по всей строгости закона. Продолжение следует...